Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наши уроки по шашкам и сегодня рассмотрим партию с последнего чемпионата Республики Беларусь 2016 года Андрея Валюк и Виталия Аниська. Эта партия была сыграна совсем недавно, тем не менее она характеризует стратегию захвата центра и игра центра. Рассмотрим начальную позицию. Партии чемпионата играются по системе жеребьевка начальных ходов и позиций. В начальной позиции белая шашка, черная шашка А7 перешла на поле Е5, то есть черные получили два темпа преимущества, у белых осталась начальная позиция. И мы видим, что планы за белых выглядят либо разменяться в центр, со стратегией захвата центра, либо попробовать сыграть на связку, таким образом, либо таким образом. В начале партии, конечно, посчитать всю позицию невозможно, поэтому игра носит плановый характер. Итак, почему я не пошел Е4? После Е4 черные играют БСМ, фланг достаточно скомпоментирован, непонятно как вести атаку. И нацеливаются захватить активное поле, учитывая, что у черных шашек больше. После Е4 у черных тоже достаточно простая игра, то есть у них план 1 нападать, слабости на этом фланге нету, тут больше шашек рано или поздно. Белые будут вынуждены разменяться назад и останутся со своей слабостью шашкой. А1. Партии белые разменялись. Вот, черные в ответ тоже вполне логично разменялись. Ну, ходить куда-то на борт, отдавая контроль над центральными полями смыслами. Размена, размен. Как я уже говорил, темповое число у черных в этот момент плюс 2, то есть если мы за белых не найдем какого-то действенного плана по разменам вперед и по захватам темпов и центральных полей, то у белых будет хуже. Ну, например, такой план, допустим, АБ2, там, ЖФ6, сюда-сюда, пошли-пошли-пошли-пошли. То есть черные все шашки вывели, никаких проблем не имеют. Если вдруг белые меняются назад и теряют еще два темпа, то черные там каким-нибудь выходом в центр, рано или поздно мы видим, что у черных плюс 4 по темпам, после этого плюс 2, но тем не менее черные ближе к центру, чем белые, и играть на какую-то победу или получить какое-то преимущество за белых здесь маловероятно. Так, в партии последовал ход ЕФ4. Вот, почему сюда? Казалось бы, какая разница, пойти сначала сюда, потом ввязать в планк или сразу сюда. После хода сюда, который очень похож на гибельное начало, встречающиеся в классических шашках, черные могут смело поставить тычка, который не окружается, не выигрывается, не забирается. Нападения отражаются колонками, да, то есть спали-напали, и дальнейших нападений не видно. Надо уходить шашкой, меняться, после чего белые получают плохую позицию. Такое нападение невозможно из-за комбинации. Простой бьют две. С этой стороны нападать бесполезно. Если вдруг мы выведем эту шашку на атаку, у нас появляется дырка на Е1. То есть у белых фактически никакой игры, после этого круглой игры в откат нет. Партину белые пошли. ЕФ4 в надежде, что когда черные уже пойдут АЖ7, двинуть АБ4, невозможность размена. Мы заходим. Тут у нас получилась связка. Обратите внимание, раз, два, три, четыре, пять, шесть шашек белых играет против пяти шашек черных на этом фланге. То есть позиция, в принципе, достаточно перспективная. Это и случилось во второй партии. Сюда, сюда, сюда. И черные были вынуждены проявлять активность на этом фланге. После чего, в принципе, шашки быстро разменялись. Партия закончилась нищим. Ну, вернемся к первой партии. Ход черных. И они сделали ход на борт. Этот ход преследует следующие цели. Во-первых, не дать белым просто развиваться из-за простой угрозы. Если белые произведут размен с целью захватить центр, то у черных достаточное количество выжидательных ходов, чтобы просто контролировать центр, иметь размены и так далее. Ну, допустим, можно пойти сюда, там, на нападение. Либо разменяться с открытой и простой позиции. Либо выйти в центр. Я не думаю, что здесь черные имеют какие-то проблемы. Вот. И вот в этот момент удалось найти очень хороший план за белых. Как захватить центр? Ну, давайте сразу выясним. Сочетание шашек у черных А5 и Е5 не очень хорошее. Раз. Второе. Если белые пойдут простым планом, ну, вперед меняться бесполезно, так как эта шашка, кроме как туда, в хода не будет. После размены назад, опять-таки, мы упираемся в то, что белые потеряли 4 темпа, и захватить центр в этой позиции даже с условием, что у черных шашка А5 маловероятно. Вот. Поэтому пришлось искать другой план, и к радости моей он нашелся. Белые пошли Ц1-Б2. Значит, во-первых, угроза, да. То есть, какие-то простые ходы, развивающие. Такой ход невозможен из-за комбинации, такой ход невозможен из-за такого удара. Перебились, перебились, и белые побеждают. Ну, конечно, рассчитывать на то, что мастер спорта попадется на такой, нельзя. Но, тем не менее, некий дискомфорт в позиции присутствует. Черным пришлось пойти сюда, ЕФ6. А, то есть, видите, уже появилась какая-то остальная шашка у белых. Плюс, за счет колонок, которые построены, белые в дальнейшем надеются поменяться в центр. Далее последовало ФЕ3. То есть, не даем возможности напасть на нас ЦБ6 и Д23. Вот, белые провели свой план. Теперь черным надо сделать выбор. Выбор. Позиция очень похожа на позиции, которые встречаются в дебюте перекресток. Вот. Единственное, что там добавлены лишние шашки. Вот. Где-то тут. Вот. И черные. В принципе, два хода. БС7 и ФЕ7. Вот. Такие ходы делать не стоит, потому что зачем нам отстала шашка после размена. Белые будут играть на эти слабости. Вот. В партии пошли ФЕ7. Ну, считаю этот ход ошибкой. Вот. По-моему, гораздо точнее было пойти БС7. Ну, опорную шашку не эту-не эту сдвигать не хочется. Ну, позиция такая, что уже надо что-то делать. В чем идея? Да. То есть, если бы черные пошли БС7, и белые продолжали бы план, который применили в партии, то есть, ЖФ2, то здесь у черных есть интересный такой ловушечный вариант, да. Да. ДС7. И теперь, если белые хотят зайти в центр, следует хук справа. Вот. Сюда бить. Прорывают в танки. После боя сюда. Черные бьют назад. И благодаря тактике выигрывают. Вот. То есть... Ну, это возможно только после хода БС7. Вот. Скорее всего, в этой позиции белым пришлось поменяться. Да. То есть... Обратите внимание. Белые построили колонки. Черные в центр зайти не могут. Вот. Белые постепенно собираются в него зайти. Ну, за черных нужно искать хороший план. Ну, может быть, сразу или через несколько ходов придется пойти БС5 подразмен. Но вот эта вот колонка, она это поле занимать как бы не очень позволяет. Может быть, ДС5 какой-то. Или выжидательные ходы на этом фланге. Вот. Не знаю. В партии, как я уже говорил, последовало ФЕ7. Этот ход ошибка. Почему? Потому что белые тут же захватывают центр. Благодаря своему плану и мало того, что они захватывают, они заставляют черных меняться назад, сами имея размены вперед. В партии последовало Ж2. В выжидательный ход. БС7 ход. Очевидные вынуждены. ЕД4. Связка. Черные вынуждены меняться назад. Обратите внимание. Два темпа потеряны. ФЕ3. Смотрите. Белые вывели свои шашки. Которые не играли ближе к центру. Построили колонку, которая, с помощью которой может захватить центр. Заставили черных сдвинуть две опорные шашки. Б8 и Ф8. Б8 и Ф8. Вот. И приготовились к выходу в центр. Вот. В партии последовало ФЖ5. Ход логичный. ГХ4. Естественно, белые меняются вперед. Слабости фланга и отсутствия защитника. Они не боятся за счет того, что они сейчас всеми колонками пойдут в центр. И тут настало время выбора за черных. Как же играть? То есть. Логичных планов два. АВ6, СВ6. Вот. В партии пошли черные АВ6. Этот ход меня порадовал. Больше я опасался хода СВ6. СВ6. Вот. Потому что после него мне казалось, что у черных более динамичная позиция, учитывая, что они хотят этой шашкой проатаковать мою Ф4. И существует размен вперед, после которого даже можно эту шашку отдать. Ну, например, сюда, 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 сюда. То есть. Бывают и такие планы. Что черные просто меняются, но нападения продолжают атаковать. В данном случае он хуже. Ну, допустим, БА5 уйти. Вот. И появляется динамика в позиции. Вот. Например, вот такой какой-нибудь ход уже сюда. Мы уже никого не боимся. В партии же похожая позиция возникла с шашкой на цессе. И, конечно, у черных были проблемы. И вернемся. Позиции после размена. АБ6. Черные пошли АБ6. Поменялись, поменялись. Для чего сделан этот ход? То есть. Белые будут выходить вперед. Черные разменом ослабят давление белых в центре. То есть они не собираются на А5 уйти. И потом, подтягивая шашки, попытаются стабилизировать позицию. Тем не менее, можем говорить, что белые в атаке. ЦД4. Черные тянут отсталую шашку. ВЦ3. Черных план простой. В общем, других особых ходов нет. Вот. Проводить здесь комбинацию. Вот такую. Как бы бесполезно. Черные отбрасывают, ходят сюда. И тремя шашками бегут в дамки. После чего у белых могут быть проблемы. АВ2. И вот смотрите, что получилось. Как я уже говорил, если бы мы пошли в ЦБ6, мы бы имели такую позицию. И возможность большей динамики на этом фланге. После хода АВ6 черные не могли просто пойти сюда. По причине того, что белые заканчивают построение колонки. И легко выигрывают еще эту угрозу. Видите, разница. Очень плохая шашка. Села бы она здесь. Мы бы не походили сюда. Или даже менялись. Вот. Когда она стоит здесь, ход невозможен из-за удара. Этот ход, не думаю, что хорош. Вот сюда пойти. Колонка начинает играть. И в позиции черных пришлось разменяться на борт. Белые продолжают. Давление в центр. Грозят захватить активное поле. Конечно, позиция черных требует каких-то мер для того, чтобы сделать ничью. В партии черных пошли до Ц7. Вот, проигрывает. Но ничья еще была возможна. Опять-таки, что же, как ее можно было сделать. Размен назад. Белые устремляются к центру. Проатаковать черные не успевают. Они идут окольным путем. Опять устремляются к центру. ДЦ7. И вот в этой позиции решающие атаки за белых не видно. Почему? АВ4 черных ходят за Д6. И они создали ту позицию, которую хотели. Да, то есть сюда. Жертва нападения. И белым, если они ставят дамку, черные легко ловят. То есть надо уже каким-то образом ходить сюда. Терять темп. Черные ходят сюда. Позиция, в общем, ничейная становится. Вот. Второй вариант для атаки, который был у белых. Например, не АВ4 попробовать сразу. Не дать занять поле Ф6. Вот. БА5. Вот. Ну, допустим, белая продолжает атаковать. ЦБ6. То есть материала мало, слабостей практически никаких. Вот эта шашка очень мешает. То есть сюда, 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 сюда. Еще и оппозиция в пользу черных оказалась. То есть белые не могут выиграть эту позицию. То есть защита была. Вернемся к партии. Итак, в партии черные пошли Д8-C7. Этот ход проигрывает. Но вместе с тем, как бы выиграть мне не удалось. Потому что в расчете закралась ошибка. А ошибка заключалась в чем? То есть понятно, что черные идут сюда. Понятно, что при этой шашке возможен удар. И понятно, что после удара 3 отдали, 2 побили. Возможность прорыва, если есть, то черные делают нищую. Если ее нету, то нищей не удастся. И во время расчета я посчитал. ЧТБ-Ц3. Провели комбинацию. Черные рвутся в дамки. Белые защищались. И черные контрудар на другом фланге. Теперь на нападение белые, черные проскакивают в дамки. Следующий вариант, который был посчитан. Е-2, допустим, мы пойдем сюда. Надо ходить. Проводится удар. И черные точно так же прорываются в дамки. Победы у белых не видать. На этом расчет был закончен. А выигрывала, как ни странно, ход Е-2. Теперь на ЦБ-6. Белые проводят удары. В отличие от предыдущих, у них появляется защитник на этом фланге в виде шашки Б-2. Этот ход просто ставит дамку, но нападение легко отражается. Прорывов никаких нет. Вот если пойти сюда, то ставим дамку. Отдавать, держать. Нападение, отбрасывание. Белые отрезают дамкой по большому. Белые могли одержать победу. В партии, тем не менее, борьба продолжилась. Белые решили атаковать следующим образом. То есть поменяться, поменяться и продолжить свою атаку ходами. Выигрыша тут уже нет. Тем не менее, какие-то точные ходы для черных возможны. Однако Виталий Анисик очень быстро и легко защитил эту позицию за черных. Учитывая, как я уже говорил, слабость фланга. Последовала жертва и черные приготовились к атаке, которую защитить невозможно. АВ-4 напали. Встречный удар был. И черные просто прошли в дамки и партия завершилась ничьей. Я надеюсь, разбор этой позиции помог вам разобраться с тем, как правильно захватывать центр. Напомню, что по ходу своего плана белые все-таки преимущество, которое у черных было в начальной позиции, отыграли. Я обращу еще раз внимание на этот момент, потому что он очень важен. Невозможно оплатить центр, если вы не меняетесь вперед или соперник не меняется назад. Вот эта стратегия очень важна. Давайте еще раз рассмотрим, какие же размены произошли в этой партии. Чтобы было более понятно, эта стратегия и так. У черных плюс два. То есть шашка на два хода придвинулась к центру. После этого размена темповое число по нулям. Черные меняются вперед плюс два. И вот, смотрите, одна колонка, вторая колонка, еще колонка, GF2. Сюда и черные за счет размена назад отдали белым свои два темпа, которые у них были. Еще раз перемен вперед. То есть у белых уже плюс два темпа. И после вот этого, смотрите, захватывают белый центр. За счет чего? Две шашки здесь. Две здесь. Две на четвертой горизонтали. Две на третьей. Одна. Три. У черных. Сейчас темповое число поровну, но за счет вот этих шашек, да? То есть вот эти стали сильнее этих, хотя они по темповому числу одинаковые. Размен вперед. И вот если бы здесь последовало размен назад, смотрите, темповое число опять было бы равным. Но белые за счет контроля центральных полей имели бы преимущество. Плюс вот этот вот треугольник, если он уже сыграет туда, то, конечно, позиция черных будет плоха. Плюс белые берут под контроль еще вот это поле. То есть нельзя встречать, потому что белые просто захватывают. Этот импов не дает, но вместе с тем, да, если бы по дебюту белые пустились бы в несколько разменов назад, естественно, ни о каком захвате центра речи бы не шло. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачи вам.